Здоровые амбиции. Новорингойские подростки из трудовых бригад продолжают знакомиться с профессиями и зарабатывать первые деньги. 17-летний Павел Бажук уже две недели трудится на одном из газораспределительных пунктов города. Зарплату юноша планирует отложить на образование. Свою судьбу подросток хочет связать с медициной. О первом заработке и высоких стремлениях современной молодежи в следующем репортаже. Главное аккуратность и точность. Даже к обычной покраске труб Паша Бажук относится серьезно и ответственно. На первой работе хочется показать себя только с лучшей стороны. Юноша без лишних слов принимается за любое дело. Паша занимается работой, хоть и неквалифицированно, но в принципе человек добросовестно выполняет свою работу. Надо будет и подметет, поработает лопатой, подкрасит. Дел на газораспределительном пункте хватает. Молодой человек не боится работы. Впрочем, это можно сказать обо всех участниках трудовых бригад. Подростки получают уникальный профессиональный опыт, которым гордятся. Они работают у нас на очень значимых объектах в городе. Например, мы видим нашу подстанцию газораспределительную. Но, тем не менее, дети у нас выполняют посильную работу. Ту, которую они могут, чем могут, помогают. Один ребенок у нас работает непосредственно в городе на данном объекте. Еще двое подростков трудоустроенные работают за городом и также приносят пользу и помогают данному значимому предприятию для нашего города. Главный стимул для подростков – зарплата. Паша получает около 12 тысяч рублей. Признается соблазну потратить их предостаточно. Но юноша планирует выучиться на медбрата. Сам он вырос в многодетной семье. И с юного возраста знает цену деньгам. Хотелось бы тоже что-то купить, но я не собираюсь. Я лучше оставлю их на учебу, чтобы у меня было. Также у меня еще деньги есть. Ну, приходят мне на карточку. Я их тоже не трачу и тоже оставляю на учебу. Молодой человек ценит свою работу и возможность осуществить задуманное. Это дает ему силы. Подросток с энтузиазмом берется за каждое новое задание. Я закончил там красть, что мне делать дальше. Ну, мы сейчас закончим здесь сварочную работу. Значит, будешь здесь докрашивать трубку. На примере Павла Бажука можно сказать, лето – хорошее время не только для отдыха, но и шанс хоть на шаг приблизить мечту. И многие молодые новорингуйцы используют эту возможность. Амина Дышекова, Артур Цвелюк, Служба новостей «Импульс».